Всем привет! Сегодня тема про агрессию у определенной породы, у шпицев. Есть такое мнение, что какие-то породы более агрессивны, а какие-то менее. Правда ли это? Если вы досмотрите этот ролик до конца, то узнаете, в чем выражение агрессии у шпицев является правдой, а в чем заблуждением и почему. Лайк на видео приветствуется! Предлагаю начать с того, что является правдой. Первое. У шпицев действительно обычно более возбудимая нервная система. Они являются довольно активными и очень умными собаками. Их мозг нуждается в большом количестве стимулов, а тело в хороших физических нагрузках. Почему так? Когда-то шпицы выводились и использовались для работы охраны, охоты, а некоторые представители как ездовые собаки. Поэтому, несмотря на такой милый внешний вид, они довольно сложные и серьезные собаки, которые требуют высоких нагрузок, быстрых реакций от владельца, а также профессиональные знания, и не подходят эти собаки новичкам. Второе. Да, действительно, в моей практике очень большое количество шпицев является сильно лающими собаками. И довольно часто кусючими. Это правда. Но теперь давайте перейдем к заблуждениям. А именно, почему так происходит? Действительно ли бывают более агрессивные породы? На примере шпицы. Нет, таких пород нет. Как и нет никакого гена агрессии. Но если вы вспомните описание шпицев, которые я давала ранее, и для каких целей вообще выводили эти породы, а теперь давайте подумаем, кто обычно заводит шпицев и почему. Они все являются пушистым облачком. Померанские и немецкие шпицы имеют маленький размер. У них у всех очень симпатичная мордочка в виде лисички. Да и вообще шпицы похожи на игрушки. Поэтому очень часто их заводят детям, их заводят новички, их заводят пожилые люди. Часто из размера этих собак ущемляют даже в прогулках. Очень нечасто приходят с ними на занятия. Ведь миф, что занятия нужны только большим собакам или каким-то серьезным породам, пока еще довольно популярен. Вот и получается. Огромный потенциал, энергия, интеллект и море активности вырывается наружу через лай, агрессию. Просто из-за отсутствия занятий, прогулок, интеллектуальных нагрузок, неверного и несистемного подхода к воспитанию. Напишите свои мысли в комментариях. Резюмируя, хочу сказать, что да, по моему субъективному мнению, шпицы действительно стоят в моем топе самых лающих собак первыми. И да, у них бывает агрессия, связанная с нереализованной энергией, а также связанная с возбудимым темпераментом. Но нет, это не то, что порода злая, а просто часто они попадают в неверные условия или с ними не обращаются к комплексным занятиям. В занятиях со шпицами я рекомендую обращать внимание на самое базовое воспитание, которое нужно всем породам, независимо от их размера, внешнего вида или темперамента. Второе. Занятия для собак с гиперактивностью. Об этом, кстати, был недавно ролик. Можете нажать на ссылку и посмотреть его. Три занятия по реакциям на раздражители. Сам не бери. Молоко. Можжевельник. Можно. Больше советов по воспитанию и уходу за питомцами вы можете получить на нашем курсе «Все о все». Кроме сотни ценных лайфхаков, видеоуроков и примеров, упражнений, команды, трюков, вы получаете целый год обратной связи и персональные консультации именно по вашей собаке. Вы научитесь устанавливать правила и границы, тренировать команды, решать проблемы в поведении и создадите гармоничную связь с вашим «псё». Ссылку на курс я оставляю в описании к этому видео. И помните, с правильным подходом, любовью и заботой шпицы могут стать прекрасными компаньонами. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. Я желаю вам хороших тренировок, а вашим макроносом, послушных хозяев. Всем лавгав! Субтитры сделал DimaTorzok